В этом году 140 абитуриентов ПГУ выбрали специальность лечебное дело. Это больше, чем в прошлые годы. Тем временем проблема дефицита медицинских кадров по-прежнему стоит остро, рассказывает Светлана Мартынюк. В стране из года в год не хватает терапевтов и педиатров, но самый большой дефицит среди узких специалистов. Вакантные места есть почти в каждом медучреждении. Мы позвонили главврачу крупнейшей больницы республики РКБ. По словам Игоря Тостановского, отделением лечь городка больше всего нужны психиатры, нейрохирурги, фтезиатры. Нынешний выпуск медфакультета сможет покрыть потребность больниц и поликлиник только на 20%. Наши выпускники, выходя из ворот Альмаматор, в первую очередь, конечно, обращают внимание на финансовое обеспечение любой специальности. Поэтому, еще и поэтому, действительно, узкие специальности, хирургические специальности продолжают быть в тренде желаний наших выпускников. Но и многие наши ребята с высокими баллами сразу выбрали или педиатрические специальности, или общую врачебную практику. Что делать, чтобы молодые врачи не увольнялись и оставались на рабочих местах? Об этом на днях говорил президент. Вадим Красносельский подчеркнул, в Приднестровье долгое время не работал механизм закрепления выпускников. Несколько лет назад стали заключать трехсторонний договор между студентом-бюджетником, правительством и университетом. Получив образование, выпускник должен в течение трех лет работать там, куда его направил Минздрав. Это решение принесет свои плоды в ближайшее время. И сейчас эти проблемы решаются, но вы почувствуете результаты решения всех проблем 2-3 года, 4, когда эта система уже будет работать. Потому что подписывают пока студенты первых курсов, вторых и третьих уже подписали, понимаете, да? Вот сейчас выпускники медицинского факультета отправляются учиться в ординатуру. Они тоже подписывают договор. Что касается наплыва абитуриентов на МИДФАК в этом году. На повышенный интерес к лечебному делу повлияла пандемия, считают в госуниверситете. Когда были перегружены ковид-госпитали, очень многие поняли, насколько важна профессия медика. Очень серьезно изменилось отношение к врачам, скорее от такого обслуживающего персонала к реальному пониманию того, что это те люди, которые заботятся о жизни и которые спасают жизнь. Что не могло не повлиять на престиж профессии. Тем временем на МИДФАКе планируют и дополнительный набор. На специальность медико-профилактическое дело еще есть бюджетные места. Светлана Мартинюк, ТСВ.